Дорогие мои, прошло чуть больше 50 минут, и сейчас мы видим, что где-то наша олифа, она, скажем так, скрупировалась, да, то есть где-то у нас есть лужа, а где-то у нас есть совершенно очевидно сухой островок, опять сухой островок, где-то лужа. Где-то прожехла, где-то у нас олифа затекла, да, скажем так, большой лужей стала. Мы опять все разравниваем аккуратненько, ровненько, и будем так ровнять пока, ну, через некоторое время мы опять откроем нашу коробочку, посмотрим, как там наша икона. Так мы будем ровнять достаточно часто, то есть каждый подход у нас будет связан с тем, что мы будем разравнивать нашу олифу, чтобы она равномерно впитывалась в поверхность доски. Ну, что, перерыв. Вот, дорогие мои, прошло уже достаточно много времени, получилось так, что икону я залила где-то в 4 часа вечера, и сегодня всю ночь она олифилась. У меня достаточно прохладно дома, то есть, так как я живу у них в квартире, а в доме, и отопление у нас печное, у нас достаточно прохладно ночью в комнате, где мастерская. И за счет этого олифа не встала у меня. Если бы вы оставили на ночь вашу икону в, соответственно, в комнате, где постоянная температура, например, больше 25 градусов, то, скорее всего, у вас очень быстро бы все это ушло, ну, олифа ушла бы и быстро встала на поверхности, то есть, пообразовалась бы пленка. У меня это не произошло, я оставляю ее еще на некоторое время. Если мы посмотрим, то практически вся лужа, которая была, то здесь уже ничего не катается, да, тут нет сгустков никаких, тут просто обычный ровный слой, просто он еще подвижный. Вот этот подвижный слой я за ним посматриваю, двигаю иногда, и по возможности, когда мне нужно будет, я уже буду снимать, я вам покажу, как снимать олифу, кто-то уже видел, когда мы олифили горку, но в целом мы вот так вот с вами завершаем наш курс олифленем иконы, и будем ждать, когда у нас будет стабилизация этой пленки. Сейчас она живая, вся подвижная, она начнет скоро, уже в скором времени подсыхать, и образуется тонкий такой слой, который уже будет защищать образ. Получается, что у меня икона, вообще икона всегда стоит дольше, чем планшетки, икона у меня уже стоит, сейчас 11 утра, а завела я ее около 4 часов вечера. Вот считайте, сколько она стоит, почти что сутки скоро будет, вот, наверное, еще часа 2, и олифа начнет высыхать. Ну, мы как раз, надеюсь, с вами этот процесс увидим. Пока все. Ну, вот, дорогие, первый слой у нас просох, олифа ушла, и мы можем видеть здесь такую ситуацию, когда где-то олифа сохранила свое месторасположение, то есть осталась легкая масляная пленка, а где-то, где особенно много слоев, у нас прожухли, скажем, такие островки матового цвета. Вот сейчас так, когда вы смотрите, икона вроде бы хорошо покрыта лаком, а если я сейчас буду, ну, постараться вот показать на камеру, сейчас вот так посмотрим, видно ли вам. То есть вот, вот здесь очень хорошо видно, если мы посмотрим на вот этот блячок, то мы видим, здесь мат, да, а здесь рядом глянец. Дальше смотрим, куда, вот здесь глянец, а рядышком мат. Дальше смотрим, вот бородка матовая, ну, глянцевая, вот она прям блестит глянцевая, а где усы уже не блестят, здесь уже мат. Значит, что в этом случае мы делаем? У нас икона так называют, ну, скажем так, профессиональным языком, она прожухла. Что мы делаем? Мы теперь замазываем только те места, которые у нас прожухли. То есть каждое оливлене, оно, скажем так, индивидуально. Грунт у всех разный, и разные слои, сколько мы где раскрывали, где-то мы очень много слоев делали, там будет жухнуть больше, где-то мы делали меньше, поэтому там пленка оливленная быстро сохранилась, поэтому мы только промазываем сейчас те места, вот я так промазываю лик, и только там, где он у меня матовый. Будьте внимательны, видите, я делаю очень сухо, я не лью луж, потому что очень часто в этом моменте ошибаются, наливают лужу, гоняют ее потом, потом, ой, у меня все встало, все в каких-то неровностях, пузырьках, не знаю, как исправить, тому подобное. Внимательней относиться к своей работе нужно. То есть брать и только жухлые, прожухшие места прокрывать. Вот я прокрыла почти что в сухую, не наливая сюда никаких больших луж, и растираю эту капельку подальше, чтобы прям вот все-все у меня было прокрыто. Вот здесь я вижу, что у меня тоже прожухло. Я вот слегка сюда, да, сюда, буквально на пальчик, да, и пальчиком протираю здесь тоже. Олив быстрее встает, конечно, в более жарких помещениях, там, где у нас тепло, где нет влажности какой-то, да, более сухой воздух. И вообще идеальное самое оливление получается летом на солнышке. Но там надо смотреть, чтобы икона не перегревалась. Ну вот, дорогие, сейчас мы протерли опять оливы. Надеюсь, что это уже будет последний раз, когда мы работаем с лаком на нашей иконе. Ну, может быть, еще потребуются какие-то манипуляции, связанные с лачением образа. Пока все!